ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Хорхе Луис Борхес – одна из самых влиятельных фигур в литературе 20-го столетия. Решив стать писателем в девятилетнем возрасте, он всю свою жизнь длиною почти в век посвятил книгам. Его влияние на взгляды современного человека и литературу неизмеримо, а его творчество – мировое достояние. Борхес получил 46 государственных и международных наград, включая премии Фарментера и Сервантеса. Его волновали все великие темы в литературе – время, пространство и удивительный парадокс человеческого бытия в загадочном и необъяснимом мире. Выдающийся аргентинский поэт и писатель родился 24 августа 1899 года в Буэнос-Айресе, который стал городом его творческой фантазии. К девяти годам мальчик написал уже несколько работ, среди которых было краткое изложение греческих мифов. Детство и юность Борхес провел в швейцарском городе Женеве, где, ведомый неустанным любопытством, открыл для себя множество авторов – немецких экспрессионистов Верлена и Шопенгаура и буддийских философов. В Аргентине Виктория Акампа, богатая интеллектуалка, организовала знаменитый журнал «Сур», в котором Борхес впоследствии опубликует многие свои шедевры – «Дискуссия», «Всемирная история низости», «История вечности» и другие. Но даже будучи писателем, он был вынужден работать в библиотеке, чтобы содержать семью. В это же время Борхес попал в аварию, которая чуть не стоила ему жизни, но которая сподвигла написать его свой первый рассказ о Пьере Минаре, где автор задумал гениальную литературную игру, в которой читатель сам мог участвовать в создании читаемой литературы. Если я возьму за стихотворение, это ничего мне не покажет, ведь поэзия зависит не от нас, а от музы или святого духа. Поэтому я решил написать что-нибудь другое, например, рассказ. В своем эссе «Борхес и я» он писал. «И я живу для того, чтобы Борхес мог писать свои книги, и эти книги меня оправдывают. А писал он книги, не видя их. Во второй половине своей жизни Борхес ослеп, но тем отчетливее стал видеть мир в неведомых нам измерениях и находить новые пути в лабиринтах мироздания и человеческих душ. Оттого его фантастические и психологические рассказы цитируют и читают на многих языках мира. «Когда что-то подходит к концу, следует помнить, что начинается что-то новое», сказал мудрец Борхес и стал на слух изучать древние языки, открывшие ему целый мир и силу живого слова. В следующие 20 лет жизни писать книги Борхесу помогали студенты, друзья и близкие, которым он надиктовывал строчку за строчкой и которые читали ему вслух. Когда слепому гению было далеко за 60, к нему пришло международное признание, его назначили директором национальной библиотеки, и тогда же он встретил любовь и спутницу всей своей жизни, Марию Кадаму. Вместе они читали книги, путешествовали по пустыне, летали на воздушном шаре. Главной человеческой свободой для гениального Борхеса была возможность облекать свой опыт в слова. И он не просто писал истории, он преобразовывал ими мир, в котором жил, и мир внутри людей, которые их читали. Субтитры создавал DimaTorzok